Ребята, привет! Добро пожаловать на наш канал, или добро пожаловать назад на наш канал. Сегодня у нас, как видите, чудесная погода, светит солнышко, все напоминает нам о том, что весна уже близко, и скоро-скоро нам будет пора уже выезжать на нашем прицепе в наше первое путешествие. Но пока это произойдет, у нас еще будет парочка видео, посвященных все-таки его строительству. И сегодня возвращаемся частично к задней крышке нашего прицепа. Как видите, как вы, наверное, помните из прошлого видео, наклеили мы шаблоны, в общем, нарезали, наклеили, в итоге вот что у нас получилось. То есть, как вы помните, пока конструкция держится на шаблоне, который находится сзади, но потом крышка срежется, останется только, в общем, каркас. Дополнительно вот эти деревяшечки мы вклеили, потому что здесь будут шарниры, на которых дверь будет открываться. И вот эти вот волшебные дырочки предназначены для стекловолокна, который мы сейчас наклеим, точнее, мы сейчас сначала его порежем, а потом на эпоксид наклеим, в общем, для того, чтобы дополнительно усилить всю эту историю. Потому что она, конечно, и так стабильная, здесь все очень чудесно держится, клей делает свое клеечное дело, но мы, знаете, второй раз не хотим всем этим заниматься, что, знаете, как по-английски говорят, don't take any chances. Поэтому мы хотим еще, в общем, максимально все это усилить, чтобы уже крышка у нас была прям как крышка. Вот, внизу у нас там дырочки для того, чтобы туда эпоксид залить, и все там чудесно у нас расплылось, наверное, правильно будет сказать. И сейчас пойдемте резать стекловолокном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, нарезали наше стекло. Вот на такие кусочки, как мне трудно догадаться, по размеру совпадает с дырочками. Сейчас разводим эпоксид и вот так вот прижимаю эту штучку. Ну, тут лишнее мы, конечно, обрежем по углам для дополнительного усиления. Разводим эпоксид, заливаем, и будет вообще все как в лучших домах Лондона и Парижа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ну что, друзья, в общем, намазали мы наши кусочки эпоксидом и поняли, что надо все проверять заранее, потому что у нас стекловолокно вот такого вида, и оно, как вы можете заметить, достаточно жесткое, то есть оно не гибкое и не пластичное. И когда мы начали наносить растворно это стекловолокно, поскольку у нас неровная поверхность у крышки, да, она такая изогнутая, то, соответственно, это привело к тому, что у нас есть здесь и пузыри, и, в общем, не очень прозрачная поверхность получилась в итоге, из-за того, что эпоксид не мог как следует пропитать ровно вот этот материал. Да, надо было пробовать на чем-то ненужном, мы не попробовали, к сожалению. Слава богу, что вот эта штука, это не лицевая отделка, да, это сделано просто, ну, внутренность для того, чтобы усилить жесткость конструкции, поэтому нам абсолютно не важно, как она выглядит, нам нужно просто, чтобы она застыла и сработала, потому что там будет еще сверху накладываться лицевая фанера, поэтому, в принципе, как это выглядит, нам абсолютно не важно. Но факт в том, что нам предстоит покрывать таким же способом прицеп наш, да, то есть лицевой его части, и поэтому вот мы сейчас своего рода учимся работать с этими материалами. В будущем, конечно, будем брать тонкую сетку, которая более пластичная, она более подвижная, и на нее, знаете, провел кисточкой, и все это, в общем, сразу пропиталось и, ну, стало прозрачным. Здесь, конечно, ну, я не скажу, что Epic Fail, нет, не Epic Fail, все достаточно хорошо пропиталось, и я думаю, что насчет жесткости как раз здесь не будет вопросов. Вот когда оно застынет, это будет на века. Ну, просто выглядит не очень красиво, но это все потом прикроется. Вот, но мы не будем заканчивать видео на минорной ноте, и у нас есть еще кое-что, о чем мы сегодня хотим вам рассказать и показать. Давайте посмотрим. А вот радостная часть нашего видео сегодня. Сейчас у меня перед вами лежат, точнее, передо мной лежат две коробочки, очень таких интересненьких. Давайте вскроем, посмотрим, что там у нас внутри. Ну, это, конечно, очень театральный эффект, я знаю, что там внутри. А там, вы не поверите. Это наши окна. Сейчас мы тут небольшую упаковочку небольшую бросим. Смотрите, какие они прикольные. Тыри-тыри-тыри-ты. Вот, настоящие, прям как на яхте, по-моему, похожи, да, такие? Каленые окна, значит, просиликоненные. Они не открываются, то есть мы их прямо в дверь вставим, и открываться они не будут. Вот, смотрите, какие они суперские. Вот такой толщины. Диаметр у них 400 миллиметров. Ну, или 40 сантиметров. И вот наша дверь. Тут уже все профрезеровано. Вот наше окошечко. И вот так это приблизительно будет выглядеть. Но, разумеется, его нужно разобрать, да, чтобы вставить. Вы понимаете, что это не то, что мы дырку неправильно профрезеровали. Но вот так это будет приблизительно выглядеть. Сейчас мы второе распакуем, разкрепим его, и покажем, как оно вставляется прямо вот в дверь, и как будет это все супер выглядеть. Ну что же, мы, в общем, наживили, так скажем, наши окна в нашу дверь. То есть это, конечно, еще не финальная инсталляция. Мы просто раскрутили болты, разделили окно грубо на две части, да, и вставили его в дверь. На самом деле окна очень хорошие. То есть мы их выбирали по термо, шуму и звуку и всяким другим изоляциям. То есть оно полностью изолированное, не пропускает влажность, не пропускает никакие дополнительные ненужные звуки. И, в общем, в принципе, хорошо очень сделано. На самом деле это окно no name, то есть это не какая-то известная фирма, хотя мы думали о том, чтобы купить окно у какой-то известной фирмы, но поняли, что мы просто переплатим за лейбл. Нашли у китайских друзей обратно. Точно такое же, мне кажется, на одном заводе штампуемое окно, просто на котором не написано, какое оно фирма. Но при этом оно очень и очень хорошо сделано. То есть прямо супер-пупер, посмотрите. Ла-ла, как на корабле. Хочется прямо, знаете, одеть развивающийся шарфик, фурошку капитально и отправляться просто в путь. Вот так выглядит в двери. Ну, понятное дело, что вы понимаете, да, вот здесь петли, да, то есть вот эта часть присоединяется к прицепу, да, и мне просто неудобно будет дверь держать в ее нормальном положении. Поэтому вот так. Ну, по мне так вообще просто суперотлично. Что, кстати, интересно, как вы видите, у меня сейчас достаточно грязные руки после работы целый день, но вот я так поляпала, и не скажу, что прям сильно мега заляпалась, я думала, что будет хуже. Что тоже важно, потому что вы понимаете, да, что то, как выглядит ваш прицеп, зависит и от материалов, из которых он сделан. Ну вот, посмотрите. По-моему, вообще красота, красота, да? Ну что же, друзья, на сегодня заканчиваем наше видео. Спасибо вам большое, что были на нашем канале. Обязательно приходите еще, приводите своих друзей. Делитесь этим видео в социальных сетях, следите за нами в Инстаграм, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик нажимайте. Всего вам самого хорошего. Пока!